доброе время суток моя семья моя интернет семья все все кто только что ко мне присоединился всем доброго доброго времени суток как меня спрашивала одна девочка моя интернет сестричка почему вы говорите доброго времени суток а потому что если у меня например вечер то может быть где-то в австралии уже утро а меня смотрят абсолютно везде и конечно же я поэтому говорю доброго времени суток посмотрите какая красота знаете что я хотела сказать я хотела ответить на вопрос по теме зависти мне написала девочка одна письмо о том что ей завидуют не знаю может быть ей так кажется может ей так не кажется может быть что-то и действительно в ее жизни происходит такое ну в общем то она говорит что ей очень сильно завидуют и для тех завистников и для тех кто не понимает к чему ведет зависть может быть тоже мои рассуждения будут интересны она говорит по рассуждайте на эту тему потому что она умеет очень красиво рисовать просто это дар свыше почему свыше потому что она никогда нигде не училась то есть она сама абсолютно сама вот так вот взяла когда-то кисть и начала писать но картины и очень красивые картины но я вам хочу сказать что он у тех у кого вот есть дары а дары есть у всех просто не каждый может распознать в той или иной мере свой дар у кого есть дары и делитесь с ними безвозмездно чем чаще тем лучше я имею ввиду чем чаще безвозмездно тем лучше есть такая строчка в евангелии от иоанна глава 3 стих двадцать седьмой там так такие слова человек не может ничего принять на себя то есть претендовать на что-либо притязать если это не будет дано ему с неба человек должен радоваться дару приходящему с небес потому что нет другого источника я бы так сказал это евангелие от иоанна глава 3 стих двадцать седьмой почитайте вот очень печально что некоторые люди соревнуются друг с другом или сравнивают друг друга в том что касается использования духовных даров природных талантов и призвания именно полученных от бога я прогуляюсь с вами и вот сегодняшний стих он призывает нас радоваться тому дару или тем даром у кого-то не один дар у кого-то их много которые у нас есть наши дары они приходят от бога и мы должны довольствоваться этим потому что мы не сможем получить других даров если только сам бог не решит дать их нам мы должны доверять духу святому я доверяю ему полностью во всем знаете что он был послан на землю следить за тем чтобы божья воля осуществлялась в мире и в жизни каждого из нас но осуществляется она в жизни только того кто призывает святого духа кто призывает бога в своей жизни работать работать в его жизни вот только там он и работает где человек просит как говорится проси и дано будет тебе а если ты не просишь то как господь узнает об этом что тебе нужно вот так вот скажите что ты советуешь да нет я просто размышляю меня попросили поразмышлять вот я и размышляю я советую вам размышлять над тем фактом что бог послал своего святого духа чтобы он жил в нас каждом из вас живет святой дух да некоторые не понимают как эту а вот так это когда вы плачете когда вы сочувствуете когда вам больно за боль других вот это это все святой дух работает внутри вас есть ли тела в которых уже не живет святой дух к сожалению есть я их называю живые мертвецы но можно ли туда опять насадить святого духа конечно можно конечно можно это очень тяжело но можно пока мы живы пока мы дышим пока мы дышим можно абсолютно все время к покаянию есть вы знаете святой дух он обитает в сердце каждого человека принявшего иисуса христа как своего спасителя и господа хотите верьте хотите нет в моей жизни столько всего произошло за последние девять лет вы можете пронаблюдать пронаблюдать что происходит это почему я сказал девять лет потому что я веду съемки с этого момента а до того сколько чудес было которые я еще когда не имела камеры и таких чудесных телефонов которые сейчас есть чтобы показывать свою жизнь чтобы рассказывать о том что происходит как каждый день все меняется как господь бог мой спаситель спасает меня как он меня правильно направляет и ведет вы знаете дух святой зачем он нужен послан чтобы беречь нас до дня искупления будет такой день будет для каждого дух святой говорит с нами и ведет нас к полноте всего что дал нам иисус через свою смерть на голгофе когда мы боремся со своим призванием или когда мы не удовлетворены тем кто мы есть и что мы имеем мы противимся работе и мудрости духа святого не надо ему противиться духу святому противиться не надо для кого-то это так непонятно настолько это непонятно что ну я не знаю хотя знаете как я вам говорю что я не перестаю удивляться тем людям которые вот имея вот это вот все вот что вы сейчас видите они недовольны они непонятно я даже не вижу чтобы они там выходили на прогулку наслаждались дышали делали вдох выдох и говорили слава тебе господи за это господи спасибо тебе за такую благодать такую красоту стабу радость в жизни сосерцать иметь и наслаждаться всем этим владеть всем этим владеть именно владеть но возможно по моему примеру они научатся капля за каплей любить жизнь любить того кто внутри них когда мы боремся со своим призванием когда мы не удовлетворены тем кто мы есть и что мы имеем мы знаете противимся работе и мудрости духа святого мы должны подчиниться ему повиноваться его голос развивать дары это очень важно развивать дары а не завидовать другому человеку которого эти дары уже развиты развивайте свои дары ведь каждому каждому нет человека которому не дал господь бог какого-то дара нет просто не развиваю а вы развивайте повинуйтесь ему повинуйтесь его голосу развивайте все эти дары он наделил наделил вас наделил меня всех и с его помощью ревностно ревностно служите богу ревностно еще раз повторяю это слово ревностно и принципе жить то надо ради 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 его славы не ради чужой славы ради ради его славы божьей славы удовлетворенность это наша благодарность богу я не терплю ропот вот последнее время стала себя ловить на том что вот у меня прямо появилась или воспиталась нетерпение к ропоту удовлетворенность вот наша благодарность богу они ропот она подразумевает что мы доверяем ему и ценим все что он для нас делает умеете ли вы так не тренируйтесь тренируйтесь ведь это же надо еще уметь натренировать себя не роптать натренировать себя быть доволен довольным тому что имеешь когда-то давно я себя научила радоваться тому что я имею наслаждаться вкушать потому что вдруг завтра уже не проснусь все а сегодня сегодня не успею поблагодарить бога вот за вот это вот за вот это вот все давайте пройдем посмотрим на эту всю красоту на все эти богатства которые господь бог дал за этот шум плеск воздух вы не представляете какой воздух смотрите сегодня море такое спокойно буквально вчера еще было прохладно я не знаю какой-то ветер был непонятный и все такое прочее какие-то тучи были и посмотрите что мы видим сейчас тучи куда-то далеко далеко ушли надо мной просто просто голубое сине голубое небо и вот они рапанчики и вот такая вот такая вот красота кстати мы я на велопрогулке там далеко далеко мой велосипед и супруг мой где-то катается а я говорю пойду-ка я прогуляюсь немножко и выскажу свои мысли вслух по поводу того что меня спросили меня спросили я ответил вот посмотрите мидии сегодня море тоже очень тепло кстати несмотря на то что сентябрь то уже практически заканчивается а я люблю вас пока пока